Не ждать конца 2017 года, навести порядок в работе управляющих компаний как можно раньше. Все необходимые механизмы для этого есть. Сегодня такое поручение дал Алексей Дюмин. Один из основных вопросов в повестке совещания – оценка эффективности работы коммунальных организаций. Начальник областной госжелинспекции Алексей Бирюлин представил третью версию рейтинга УК. Напомним, первая версия появилась в мае этого года по инициативе руководителя региона. Основная задача рейтинга – стимулировать коммунальщиков лучше работать. По мнению Бирюлина, это удалось сделать. Число жалоб со стороны жителей на работу управляющих компаний значительно сократилось, как и число невыполненных предписаний. Напомним, все управляющие компании распределили по трем зонам. Зеленую, куда попали самые добросовестные, желтую с небольшим количеством нареканий и красную с максимальным числом нарушений. Рейтинг дает жителям реальную картину о том, что из себя представляют коммунальные организации. Так, 69 многоквартирных домов расторгли договоры управления с управляющими компаниями, которые оказались в красной зоне. Сейчас при составлении рейтинга учитывается ряд критерий, в том числе задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, наличие жалоб и так далее. Со следующего года начнут учитывать еще и финансовую стабильность управляющих компаний. Основной посыл недобросовестных управляющих компаний на рынке ЖКХ в регионе остаться не должно. Данный рейтинг все-таки дает определенные результаты, результаты положительные, об этом подтверждают не только профильные министерства и ведомства, так и силовые структуры. Сами жители дают позитивную оценку, значит, они начали лучше ориентироваться, лучше разбираться с теми компаниями, с которыми можно иметь дело, и с теми компаниями, которые, к сожалению, недобросовестны. Было сказано, что все-таки общими усилиями до конца 2017 года мы порядок в этой сфере наведем. У нас есть все возможности, у нас есть все ресурсы для того, чтобы мы в этой сфере навели порядок значительно в короткие сроки. И мы к этому должны стремиться.